Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзеген пришел следующий вопрос. Даже не столько вопрос, сколько крик души. Подскажите, пожалуйста, человек проигрывает деньги, его в церковь водили, на исповедь он ходил. Он извиняется, обещает больше не играть, а сам продолжает. Подскажите, что делать? Что же делать родным? Наверное, почитайте что-нибудь о созависимых отношениях и как должны жить родственники игромана, лудомана, наркомана и прочих манов вместе с ними, как себя вести, как с ними разговаривать, как прожить жизнь так, чтобы не стать первопричиной всех зависимостей антисоциальных, своих детей, мужей, родных и близких. Потому что многое зависит от нас. Мы создаем достаточно комфортные условия для игроков, для наркоманов, алкоголиков, потому что крыша на голову есть, еда есть, деньги тебе всегда простят, которые тебя должат, пожурят немножечко, ну, ты же еще немножко выпьешь, и станет тебе легче от того, что тебя пожурили, от того, что ты выпил перед этим. И такой замкнутый порочный круг. Поэтому врачу исцелись сам, друзья мои, читайте, черплите, ищите информацию о созависимости. Что касается игроманов, я уже немножечко намекнул в начале своей речи о том, что если человек знает, что сколько бы он не был должен, жена, сестра, крестная, мама, папа, брат, все равно, скрипя зубами, деньги за тебя даст, то он будет играть до скончания века. Он будет плакать, он будет угрожать, он будет говорить, что покончит жизнь самоубийством, он будет проклинать, будет всячески манипулировать, использовать все возможное, все самые мерзкие слова, которые только можно вспомнить и употребить для того, чтобы получить желаемое. Эти люди себе уже не принадлежат, они находятся в цепких руках страсти, которая всегда связана с силой бесовской, и не надо принимать близко к сердцу все те угрозы, все те манипуляции, которыми с вас пытаются добиться оправдания и греха, и, к сожалению, содействия. Я не знаю степени лудомании этого человека, она только начинается год, два, или уже много лет. Но, как вы поняли, если из дома выносится все, то пора, наверное, закрывать дом на замок. Если это разрушает вашу семью, то, наверное, надо сильно задуматься над вопросом, а нужна ли такая семья, в которой нет перспективы, ни малейшей перспективы дальнейшего разумного сосуществования. Это действительно угроза для жизни. Сегодня выносится толстый телефон, послезавтра продается автомобиль, квартира, и собственные дети. Поэтому будьте осторожны. Будьте осторожны. Здесь надо проконсультироваться с хорошим психологом, с опытным священником, который занимается окормлением реабилитационных центров. Ну и самое главное, я изначально был несколько огорчен, что спрашивают родственники, а не сам этот человек. Он должен не просто сходить на исповедь и причаститься. Это не магическая таблетка. Он должен, по-хорошему, воцерковиться и параллельно обязательно начать ходить к специалистам в реабилитационный центр, где тематические психологи, психотерапевты, клинические или просто будут вести целенаправленную, дисциплинированную, постоянную работу над тем, чтобы человек мог избавиться от этого плена. Ну и как не бывает, как говорится, бывших наркоманов, так и не бывает бывших лудоманов. Рано или поздно ты можешь сорваться. Нужно очень серьезное усилие воли, как у Федора Михайловича Достоевского, которому помогла и супруга, творческая деятельность и Господь Бог, которого он всегда благодарил и о котором писал практически в каждом своем произведении. Молитесь Богу, обращайтесь к специалистам, сами читайте, литературу созависимых и всю тематическую литературу, которая написана светскими людьми или, может быть, православными психологами, наркологами, на тему зависимостей. И сами, друзья мои, старайтесь не быть зависимыми от своих страстей, пороков, особенно от тех, которые превращают жизнь наших близких в ад. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok